Грани правды. Программа для тех, кто хочет знать правду, умеет думать и делать выводы. Грани правды. Ведущие Егор Глумов и Арман Абовян. Грани правды. Вся правда в одной программе. Ну что ж, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. 12 часов 11 минут. В эфире Грани правды. Егор Глумов и Арман Абовян. Прямой потомок Хачатур Абовян. Не совсем прямой. Прямее, чем я. О котором мы сегодня говорили. Может быть та же тема, на самом деле разговоры, которые мы с Лео Ведеся начали, плавно перетекает и в Грани правды. Итак, Арман, озвучьте, пожалуйста, тему сегодняшней беседы нашей. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Беседа у нас сегодня, наверное, самым важным, что волнует за последние, скажем, полторы-две тысячи лет нас всех. Это что ж такое патриотизм? Знаете, где он начинается, где он кончается, потому что определение, вот, что такое патриот, кто такой патриот, что такое страна, патриот кто он? Человек, который радеет за страну или человек, который радеет за нацию. Тема сегодняшняя наша об этом будет, потому что те процессы, которые происходят сегодня в стране, отталкивают на определенные размышления, что есть определенные течения, есть определенные тенденции, которые искренне верят, что они патриоты, либо искренне верят в некую такую форму патриотизма. На мой взгляд, ведут страну к катастрофе. Так что сегодня попытаемся понять, попытаемся разобраться и попытаемся все-таки побеседовать. Звоните нам 560901. Скидывайте нам вопросы также на наши странички в Facebook, на Радио Ивановскую, в личке также можно писать Арману Абовяну и мне. Ну, давайте для начала скажем, что патриотизм буквально это любовь к родине, любовь к отчизне. Вот от слова греческого отечества, отец, соотечественник. Ну, в общем, это любовь к родине. Нужно говорить о том также, что очень многие великие, говоря о том, что патриотизм, ну, или, скажем так, любовь к патриотизму или патриотизм как явление и проявление всегда, в общем-то, выпячивается в те самые страшные для того или иного народа или государства времена. Да, и вот такое время, наверное, и сейчас. Поэтому такой всплеск у нас патриотов и патриотов в кавычках. Да, причем, что самое любопытное, само слово патриотизм, вообще сейчас в стране в Армении идет какое-то тотальное нивелирование таких основополагающих терминов, как герой, патриотизм, родина, понятно, что сейчас мы находимся в такой эре неоглобализма, да, когда все эти национальные, я не знаю, такие ментальные какие-то границы, они размываются, и все идет к тому, вернее, толкают планету к тому, чтобы мы стали все одной такой большой, аморфной, непонятной такой массой радующихся чему-то там непонятному, космополитичному, скажем, людей. Но, давай все-таки вернемся в Армению, у меня к тебе вопрос, Гор. Ты патриот, вот как ты себя считаешь? Ты себя считаешь патриотом? Я никогда в жизни над этим не задумывался, но... Не, ну вот, скажем тебе, пришел, я тебя спрашиваю, Гор, ты патриот или нет? Ну, ты знаешь, это такой же вопрос, Гор, ты человек или нет? Ага, то есть ты патриот? Ну, я человек. Не, я человек, Гор. Нет, я все-таки пытаюсь, знаешь, на нашем примере, может, на твоем, на моем, на других примерах как-то попытаться обрисовать, что же мы понимаем. Монте Мелконьян, я тоже уверен, никогда не задумывался над тем, что он делал то, что он должен делать. А, мы, тут дело не в том, что мы задумываемся или нет, а вот у тебя есть свое видение, да, неких таких границ, пограничных слов, ситуаций, где ты, скажем, считаешь себя обязанным, либо это внутреннее состояние, как-то проявить то, что мы называем патриотизм. Вот когда у тебя это начинается? Ты знаешь, когда я переживал за своего отца, который находился в азербайджанском плену, когда у меня родился первый ребенок, и я понял, что я теперь уже ответственен за кого-то, когда я посадил первое свое дерево, когда я понял для себя, что я никуда отсюда не уеду, когда я в армию пошел. Ну вот, такие вот чувства патриотизма. То есть обычный, ну, назовем его так, не совсем обычный, потому что то, что пришлось пережить тебе и твоей семье, конечно, это исключение исправил. Ну, я думаю, что много таких семей было в те времена, и на самом деле, вот, ты знаешь, для меня самое главное, чтобы это не перетекало в некие измы, потому что, наверное, все помнят цитату, афоризм Самуэля Джонсона, да, патриотизм это последнее прибежище негодяев, Лев Толстой очень любил цитировать, кстати, он же, Лев Николаевич Толстой считал, что патриотизм, не патриот, а патриотизм, это чувство грубое, вредное, стыдное, дурное, главное, бенздравственное. Ну, Лев Николаевич вообще был человек очень интересный, ходил босиком, кушал спаржу, в то же самое время подпарывал своих крестьян, а что касается выражения... И не учил жену, но смотри... Кстати, не, извини, я все-таки скажу, что касается выражения патриотизм, последнее убежище негодяев, это все-таки вырвано из контекста, потому что полностью текст звучит примерно так. Негодяи в смутные времена не находят ничего лучшего, кроме как прятаться в патриотизме. Вот, или за патриотами. Ну, смотрите, вся фишка в том, что когда ты патриот, когда ты патриот своей родины, человек, который стал на борьбу, ну, например, в Греции это было, да, борьба о независимости с Грецией, против Турции, борьба за независимость греков. И для них это было нормальным, обычным явлением. И человек, который был вне этой борьбы, он был уже каким-то не греком, не кретянином, не киприотом, еще не кем-то другим. Но когда вот эту волну патриотизма начали использовать в других целях, вот тогда вот эта вот гнусность и стала проявляться. Вот смотри. Вот тут вот очень важно, чтобы эта грань... Нет, ну это-то понятно, но сегодня мы находимся, прошу прощения, сегодня мы находимся в стране в той ситуации, вернее, даже не в стране, а в нации, когда само понятие патриотизм и патриот, оно резко разделилось. Резко разделилось, причем обе стороны, сейчас я объясню дело, ну ты лучше меня знаешь, но для радиослушателей. Смотри, с одной стороны, возьмем пример летних событий, когда летом был захвачен полк ППС, да, было две позиции. Обе позиции претендовали на патриотические, скажем, позиции номер один. Люди, которые сделали это, группа, которая захватила, это исключительно герои-патриоты, которые сделали... Настоящие патриоты. Да, настоящие патриоты, да, которые сделали это, исходя из-за интересов нации, да, интересов нации, они пытались что-то изменить, и такими вот радикальными методами пытались поднять некую волну, да. Вот позиция номер два. Нет, люди, которые захватили ППС, далеко не патриоты, не герои, а наоборот, эти люди, скажем, предатели, потому что они подняли руку на самое святое, на государство, и начали, условно говоря, да, уничтожение государственных основ. Обе позиции достаточно радикальные, с обоими позициями, я, вернее, с носителями обоих позиций, я очень плотно общался, и, что самое любопытное, у обоих аргументация одна и та же. Мы радеем за нацию, мы радеем за страну. Теперь, не буду обсуждать и не буду выставлять определенные, скажем, там, суждения по поводу правы они или неправы, это еще тема совсем другой передачи, совсем другого разговора, однако, мы столкнулись с очень интересным явлением, когда так называемый, будем их называть, я почему говорю так называемый, потому что считаю, что патриот, это человек, который своими действия, Действиями, да, как-то доказывает это, так называемые патриоты начали призывать к демонтажу фактически государственного строя, начали призывать и за границей в основном, к, скажем, акциям неповиновения, к вары, к хандек джартек. Причем, что самое любопытное, когда я, особенно в соцсетях, когда я смотрел на те обсуждения, которые шли, этих людей тоже считали патриотами. Ну, соцсети, это вообще, знаешь, такой... Не, ну, это некий срез. ...доморощенный патриотизм, который ничего общего с патриотизмом, наверное, не имеет настоящим. Просто я хочу заметить, что у нас очень мало времени перед рекламой, что на самом деле, вот, все то, что ты говоришь, это похоже на парадокс, который критики патриотизма очень часто используют в качестве аргумента, да. Патриотизм-добродетель. Во время войны солдаты обеих сторон, да, являются патриотами практически, да, и они одинаково добродетельны. То есть, именно за добродетеля они друг друга и убивают, хотя этика, в общем-то, запрещает, философская этика запрещать убивать за добродетеля. Это один из парадоксов патриотизма. И вот сейчас ты как раз назвал вот этот идеальный, скажем так, пример. Например, одна сторона считала, что эти ребята патриоты, потому что они из любви к родине готовы были отдать свою жизнь, чтобы что-то изменить в этой стране, потому что никаких других вариантов они не видели. А вторая сторона говорит, они подрывали основу общества, они захватили полицейский полк, они хотят, чтобы у нас было новое правительство, еще что-то, еще что. Вот тут нужно понимать, что, к сожалению, очень часто, скажем так, идеи государства или государственности, или носители государственной идеи, идеи нации и народа, они немножко разные. И разные пути для достижения этих идей. Вот счастлив тот народ, который живет в государстве с тем правительством, интересы которого совпадают. Вот мы будем долго думать и ругаться, есть ли такое государство и народ на планете Земля, может, и не найдем. То есть это такая идеальная история, о которой рассказывал, может быть, Платон своей... Не, ну Макеавелли тоже упоминал. А Платидия, понимаешь? Ну вот, вот, все, что я по этому поводу могу тебе сказать до рекламы, давай все остальное договорим уже после рекламы. Телефон студии 560901, можете принимать участие в нашем споре и в нашем диспуте, потому что истина где-то посередине. Добрый день, в эфире «Грани правды». Вопрос. Говорит, показывает радиостанция «Радио Ван» в эфире «Грани правды», и говорим мы сегодня о патриотизме. Что это такое, с чем это нужно есть, если это у нас и если это в нас. Смотри, я вот, ты упомянул, скажем, тех людей, да, тех философов античных, которые еще в те времена пытались понять, да, значение этого слова. Вот, вернее, не слово, а само понятие. Вот смотри, на мой взгляд намного патриотичней вместо того, чтобы размахивать флагом, просто, скажем, там на митингах или где-то, не бросать, грубо говоря, сигарету на улице, а бросать ее в урну. Либо не ломать там скамейки, либо не гадить в городе, да, это намного патриотичнее. Ну, вот, я бы хотел затронуть следующий вопрос. Смотри, предположим, предположим, да, вот, ну, функция государства, чтобы в стране все жили хорошо, чтобы люди жили хорошо. Каждый человек, как некий индивид. Теперь, предположим, завтра приходит некто и говорит, так, товарищи армяне, я предлагаю каждому из вас по 100 тысяч долларов, условно. Давайте уезжайте там из Карабаха или из Армении, суть не важна, я вам даю эти деньги. И у каждого из вас все будет шоколадно. К чему я веду разговор? Всегда есть некое противоречие между интересами человека, интересами страны, интересами общества, в котором он живет. То, что сейчас происходит в мире, где интересы отдельного индивида, так сказать, выставляются на первый план, потому что там есть некое противоречие, чем интересы государства, да, они приводят неизбежно к тем проблемам, которые мы имеем. Вот почему я привел этот пример 100 тысяч долларов. В свое время был такой очень интересный разговор, в том же Азербайджане звучали мысли, что, мол, давайте мы раздадим армянам деньги в Карабахе, пусть они уедут, и земля перейдет к нам. Понятно, что никто на это не соглашается, понятно, что никто на это не пойдет. Есть примеры в истории, Израиль в свое время в Османской империи таким образом выкупал свои земли в Палестине. Да, но там была несколько другая, это была схема, если не ошибаюсь, Вайсман был некий такой, который вел в Нью-Йорке Ростильды, Розенберг и вот эти все дела. Они у арабов покупали земли. Да, но тут ситуация была несколько иной. Они покупали земли в то же самое время, оставаясь ДНМ. То есть покупкой земли выставлялся определенные условия, что вы принимаете... Веру. Не только в веру, а вы принимаете обязательным условием на себя защиту этих территорий от внешних посягательств. Ну, я хочу сказать, что примеры были, и на самом деле тут, понимаешь, опять же, мы сейчас с тобой можем голословно что-то обсуждать или осуждать кого-то, кто за 100 тысяч долларов согласился бы уехать в Швейцарию, непонятно, или куда-то еще. Во-первых, никто никому ничего не предлагал. Тут очень хочу сказать слава богу, потому что я, в общем-то, не очень верю в то, что многие бы как-то, ну, не подались бы соблазну, и что было бы гораздо печальнее. И потом, ты знаешь, на самом деле, без предложений 100 тысяч долларов очень много армян в поисках хорошей жизни уехало из страны. Кто-то нашел, и кто-то там нормально все живет, и ни за какие шиши теперь его на родину не пригласишь. Вот. Поэтому тут... Ведь можно быть патриотом, находясь вдалеке от родины. А можно быть предателем, живя здесь. А можно быть, да, можно быть абсолютным говном, находясь в Степанакерте. Да, кстати, я давно вспомнил визит трех бывших армян в Баку в последние дни. Это те так называемые, в кавычках, правозащитники, да, которые к правозащитии имеют примерно такое отношение, как и к тяжелоатлетике Кореи. Визит ихний. Но что у меня больше всего в этом визите... Они тоже себя считают патриотами. Конечно, конечно. Кроме них, что они себя считают патриотами. Я не ожидал, что есть достаточно такая серьезная... Ну, правда, несколько сот человек, но это уже показатель людей, которые говорят следующий текст. Ребята, да какая разница, где мы живем, что мы живем. Главное, чтобы мы были добрые, чтобы у нас дети были, то есть, живы-здоровы, чтобы... А родина, там, эти все дела, там, Карабах, это все придумано. Ну, вот видишь, это же вот тут разный подход. Например, для меня, чтобы мои дети были живы-здоровы, я понимаю, что мы должны победить в войне, которая неизбежна. И для того, чтобы мои дети были живы-здоровы, я готов стать участником этой войны и взять эту тяжелую ношу на себя. Кто-то считает, что для него жить где-то, где хорошо, где его дети живы-здоровы, это тоже, в общем-то, выход из создавшейся ситуации, и войны не будет. Это разный подход к одним и тем же. В общем-то, я даже их осуждать не хочу, понимаешь? Это вот человек, который... Ну, вот он так дышит, но что ты можешь? Ты ему застрелить его единственное, что остается? Ну, а зачем? Знаешь, порой застрелить... Ну, застрелить... Ну, а зачем? Зачем? Или что ты изменишь? Или вот то же самое, что вот... Я тоже с тобой совершенно согласен, что лучше, конечно же, не мусорить, в общем-то, на улице, хорошо учиться, становиться хорошим специалистом, чем выходить, орать, митинговать, сжечь, грабить и там кричать о том, что нужно у кого-то отобрать джипы и продать их, и вот вместо этих тысячи драм раздать. Кстати, о тысяче драм. Вот, но, но, если я не мусорю на улице, хорошо учусь и воспитываю своих детей и так далее, это мое поведение, мой поведенческий стиль не мешает каким-то козлам грабить меня и мой народ и мое государство, понимаешь? А если миллион таких, как я, выйдем на улицу и начнем, например, сроем какой-нибудь один дом армянского олигарха, может быть, в голове этих людей что-нибудь изменится, понимаешь? Не, ну, понимаешь, есть... Я, конечно, это все понимаю, но тут есть вот такой вопрос. Тысячедрамовая проблема, тысячедрамовая вот эта проблема... Тысячедрамовая проблема не в том, что люди не хотят отдавать еще... Тут весь вопрос, да, я как раз об этом и хотел сказать. Весь вопрос в том, что есть две проблемы, которые в стране пока что не побеждены. Это тотальное недоверие к власти, это безнаказанность ублюдков, которые на крови, скажем, того же народа или на крови наших же солдат зарабатывали деньги. Для меня абсолютно все равно, где эти люди работают, какие посты занимают и... Виген Саркисян, может быть, придумал замечательную... Нет, кстати, Виген, замечательную вещь, вот то, что я говорил, как раз-таки к нему и не относится. Но, но, так как мы тотально не доверяем, и моя теща говорит, что, ребята, я не буду вам давать тысячу драм, скажите, покажите мне семью, я буду приходить к ним ежемесячно отдавать 10 тысяч драм, но я буду знать, кому я отдаю. Я буду видеть, что на эти 10 тысяч драм сделано. Она готова заплатить в 10 раз больше, потому что она в 10 раз больше доверяет самой себе, чем государству. Кстати, а у тебя... А у тебя не сложилось впечатление, что весь этот шухер тысяча драмов, это была некая подстава, скажем, того же Карана Карапетяна и Вигена Саркисяна? В смысле, подстава нашла? Ну, смотри, они делают некий проект. Они нас на вшивость проверяют? Не-не-не-не-не, они делают некий проект, да, который называется «Тысяча драм». Подоплеку этого проекта рассказывать не буду, все об этом знают, но никакой А подоплеки, никакой Б подготовки, никакого медийного, скажем так, медийной поддержки, что в данном случае немаловажно не было. Была информация, что да, ребята, обязательный сбор зарплат тысячи драм и все. То есть сама идея, которая, на мой взгляд, шикарная, давно пора было это делать, она сейчас настолько дискредитирована, что я очень сомневаюсь в тех шагах, которые должны привести к доверию, как минимум, к этому проекту. То есть тут мы сталкиваемся все-таки еще и с внутренними определенными процессами. Я не знаю, что происходит в головах этих людей, но я знаю совершенно точно, что 90% моих знакомых, если не больше, не доверяют. Не доверяют никаким. Ну, я тоже не доверяю. Все. И ты не доверяешь. Тут весь вопрос в том, чтобы это недоверие... Знаешь, недоверие формируется в первую очередь действиями властей. И потом хотелось бы спросить, ну хорошо, тысячу драм мы собрали вот здесь, у нас завтра будут другие проблемы, еще тысячу мы соберем, потом еще тысячу, а потом всю зарплату придется отдавать фонды для того, чтобы купить танк, еще что-то. У нас же есть бюджет, который формируется, и в этом бюджете должно быть забито, что, ребята, мы воюем. Если мы воюем, у нас есть жертвы. Если у нас есть жертвы, то семьи этих людей, откуда вышел этот герой, должны иметь достаточно хорошую жизнь обеспеченную. Это же логично. Для многих людей, которые живут за гранью черты бедности, совершенно непонятно, почему за их счет государство должно что-то делать. Нам пишет Сергей Петросян, скорее даже не вопрос, а некая такая форма утверждения, да. Ребята, идея тысячи драм очень-очень хорошая, респект Сарксяну, но исполнение отвратительное. Что, по-вашему, должно произойти? Что, по-вашему, должно произойти? А что исполнение? Какое? Исполнение еще нет, по-моему, еще ничего не решено. Ну, в первом чтении вроде уже прошло, да? В первом чтении, да, но когда это примется в силу закона, тогда, наверное, мы будем говорить об исполнении. Знаешь, я думаю, что все-таки вот мы перешли плавно от патриотизма к конкретным, да? Нет, вот это конкретное действие. Да, конкретным примером, я думаю, что на сегодняшний день в стране, если власть хочет вернуть к себе доверие, в первую очередь, она должна сделать, им с карчхельков, да, как говорят у нас, она должна сделать два самых главных шага. Шаг номер один. Как говорил Владимир Владимирович Путин, не вижу посадок. Где посадки? То есть нужно включать уже потихонечку депрессивный аппарат, который как минимум, как минимум подтянет то варье, да, которое довело все-таки ситуацию до того, что мы сейчас вынуждены вот... Ну, мы из пустого порожнего переливаем, мы все время об этом говорим, но пока мы ни одного реального человека, который там что-то украл, за счет кого-то обогатился, мы не видим людей, которые... Мы видим губернаторов, которые подали в отставку, мы видим людей, которые сняли с работы, но они отвечают за свои поступки. Слушай, вот есть такой момент. У губернаторов, которые подали в отставку, отобрали все то, что они построили. Я в тот день узнал с ужасом, что у нас в стране оказывается только 15 домов, стоимость которых больше 250 тысяч долларов. Эти люди где живут они вообще? В космосе живут, что ли? Пускай они в Норх поедут один раз. Пускай они поедут туда, посмотрят дома напротив Министерства обороны, которые построены. Ребят, ну о чем мы говорим? Я тебе скажу, один умный вещь, как говорится, но только ты не обижайся, была такая следовательность, такой момент был. Я не знаю, насколько эти слухи правдивы, немножечко наступлю себе на горло и скажу один слух, что типа очень многие из так называемых новых хозяев жизни даже не платят за газ, свет, воду. Типа у них какие-то свои линии. Не знаю, насколько это правда, но когда я услышал первый раз о тех 15 домах свыше 250 тысяч долларов, знаешь, во мне закралось сомнение. Потому что, ну понятно, что понижая цену, они понижают, ну, кадастровую цену, чтобы потом, да, налог не платить. Ну ладно, это такое. И я думаю, что второй шаг, это должен быть некий механизм все-таки общественного контроля. Общественного контроля за теми суммами, за теми деньгами, которые вообще глобально тратятся в стране. Как ты это себе представляешь? Как в Исландии. Ну, ты сравнил, опять же, я чуть не сказал, что с чем. Не, ну... А божий дар с яичницей. Не, ну смотри. Ты понимаешь, ментальность этих людей и ментальность армян и ментальность финнов, это разные вещи. Не, ну... Исландцы не воруют у своего государства. Они не умеют этого делать. Может быть, они дураки, дебилы, тупые какие-то, но они этого не делают априори, понимаешь? А мы воруем все, и каждый из нас готов это сделать, потому что государство плохое, и оно ворует у меня. Я, я, а что я, давай, я тоже хочу заплатить меньше за газ, я хочу заплатить меньше за воду. Не понимаешь, что это не государство, это частые компании какие-то. Может быть, имея какие-то окологосударственные крыши там, но все равно, каждый раз мы пытаемся это сделать. А ты заметил, есть вот такое интересное противоречие между теми людьми, которые... Ну, среди тех людей, которые себя считают, именно, подчеркиваю, считают патриотами, которые вышли на борьбу с режимом, но, в первую очередь, когда с ними говоришь, они говорят вот там, и шлавкальный... Ну вот, понимаешь? То есть идет определенный... Потому что завтра лучше, если бы государство чуть-чуть бы, в общем-то, хотело что-то сделать, они бы всем людям, которые вот так вот выходят, оголтел и начинают бороться с ними, они бы предложили им портфели и места, и кресла, и все было в порядке. Я уверен, более чем. Потому что соблазн велик. Вот, потому что садясь в это кресло, ты должен воровать. Потому что есть круговая порука. Если ты не воруешь, то ты из этого кресла вылетишь там, я не знаю, там какие-то сроки есть неворования, там, например, две недели. А вот как ты относишься к тому тезису, что, ребята, нельзя шухер поднимать в стране, потому что мы воюющая страна? Нет, с этим я не согласен. Вот областный. Шухер надо поднимать всегда, потому что мы воюющая страна уже на протяжении 20 с лишним лет. Это не значит, что мои дети должны из-за этого получать плохое образование, что мы воюющая страна. Это не значит, что у нас правила дорожного движения должны писать какие-то идиоты, потому что мы военная страна, которая воюет. Это не значит, что в Ереване должны вырубать деревья 300-летние, потому что мы воюющая страна, а кто-то строит кафе на этом месте. Это отмазка всего лишь. Это отмазка, которая очень удобная, которую мы постоянно хаваем. И понимаем, что, ну вот, в апреле мы как-то прозрели чуть-чуть хотя бы. Понимаешь? Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы снимаем плохое кино, мы снимаем плохие сериалы, у нас плохая музыка, у нас нет тяжелой промышленности, мы воюющая страна. Ну, под все можно это подгрести. Израиль тоже воюющая страна. Ну, конечно, Израиль воюющая страна, но попробуй там в Израиле, я не знаю, зыркани на полицейского. Америка воюющая страна, постоянно воюет со всеми. Пожалуйста. Знаешь, снова вернемся к патриотизму. Все-таки я считаю, что патриотизм должен иметь определенные некие такие показания, может быть, даже границ. Для меня наивысшим проявлением патриотизма является обычный солдат, который сейчас находится на границе. Для меня наивысшим проявлением патриотизма является учитель, который работает сейчас в школе. Это не просто слова, я на самом деле в это верю. За мизерную зарплату. Да, надо подчеркнуть. Для меня наивысшим патриотизмом являются те селяне, которые не покидают приграничные села, находясь каждый день под обстрелом. А вот выходить и призывать к развалу страны, понимаешь, именно к развалу. Потому что под соусом смены режима, грубо говоря, зачастую подается именно идея развала страны. Реклама на Радио Ванн. Дорогие друзья, мы не призываем к развалу, мы призываем к созиданию. Прошу вас. Теперь самое главное, к чему мы это все вели. Так. Даже я не знаю, к чему мы все это вели. Да, знаешь, к чему весь этот разговор. Понятно, что всякая шушера и сволочь всплыла на этой волне народного негодования. Причем всплыла что с той, что с этой стороны. К сожалению, те люди, которые позиционировали, пытались себя позиционировать как некие патриоты и призывали к гражданской войне в стране, их большинство, они не живут в Армении. Им легко из своих Америки, я не знаю, там Русастанова это делать. Но вопрос не в этом. Сейчас основной кильдэм, будем его так назвать, именно сейчас, происходит вокруг следующей темы. Куда идет Армения? Армения идет в сторону Евразийского, скажем так, союза, или все-таки Армения, Пути Армения, это трансатлантический будем, западный союз. Мы не раз об этом говорили, не буду мусолить, просто напомню, самый главный тезис, который я более чем уверен, он является правильным, на мой взгляд. Это то, что у нас нет ни западного пути, у нас нет ни восточного пути, у нас нет никакого пути, кроме одного пути, это армянского пути. То есть именно армянский вектор, а вот какой он будет, каким он должен быть, вот над этим сейчас мы все и работаем, я во всяком случае надеюсь, что мы работаем. Что касается, вот он, на мой взгляд, основной лейтмотив. Потому что тот же патриотизм, он в первую очередь диктует создание определенных условий для себя в первую очередь, для того, чтобы страна, в которой ты живешь, либо нация, которой ты принадлежишь, а это две разные вещи, которые зачастую в противоречие входят. Вот, кстати, извиняюсь, я не договорю, вот, как ты считаешь, что первичнее? Страна, где ты живешь, или нация, которой ты принадлежишь? Если ты армянин и живешь в Армении, то страна. А если ты армянин и живешь в Америке? А если ты армянин и живешь в Америке, то нация. А, то есть вот так? Для меня так, да. А, для тебя так. Да, ну, слава богу, я живу в Армении, поэтому мне... Что, я тоже? У нас нету раздвоения. У меня все легче, да. А вот людям, которые живут за пределами Армении, им гораздо сложнее. Потому что, опять же, находясь вдалеке от Армении, быть и оставаться армянином, тут каждый человек решает сам для себя. У него есть дети, которые живут и вырастают в другой среде. Нужно понимать, нужен им язык или не нужен. Нужна ли тебе страна твоих предков? Не нужна. Нужен ты, должен ли ты ей помогать, когда ей тяжело? Вот. Ну, вот каждый человек сам для себя решает. Если мы потеряем этих людей, то в этом будем виноваты мы сами и наше государство в частности. Понимаешь? Поэтому... Смотри. Вполне возможно потеряем, если не потеряли. Не, ну, я думаю, все-таки не потеряли. Во всяком случае. Ну, понятно, что там тоже идут определенные процессы. Я в бытность своей работы очень часто общаюсь с Диаспорским. И знаю одно. Патриотизм там, в Диаспоре, он несколько другой формы. Понятно, что люди, которые собираются два раза в год на геноциды, на независимость, да, Армении, поднимают бокалы за арарат, там, пускают слезу, а потом все это дело забывают, или отстегивают, там, пару баксов на строительство церкви, предположим, да. Мне сложно назвать таких людей патриотами. Для меня патриот, в первую очередь, человек, у которого, живя за границей, дети, как минимум, говорят на армянском. Ну, вот весь вопрос в этом. Сколько поколений мы еще, и сколько поколений будут считать, что это для них важно? Знаешь, я думаю, что темой нашего, с твоего разрешения, конечно, я тебе предлагаю эту тему, темой нашего следующего эфира может быть как раз и некий такой, я не хочу говорить рецепт, некая такая форма, поведенческая форма, да, которая бы смогла обеспечить людям, которые живут за границей, потому что нас слушают очень много за границей, нас слушают в России, в Белоруссии, в Украине, нас очень сильно слушают. Некие такие шаги, которые бы позволили, на наш взгляд, или которые являются настоящим проявлением армянства и патриотизма. Ну, тут у нас недавно в гостях была девушка, одна удивительная совершенно, мы совершенно другую тему должны были с ней говорить, и совершенно случайно узнали, что она открывает и уже много лет курирует армянскую школу с некими армянскими мамашами на самом севере Франции. Вот это для нее очень важно, и она это считает патриотизмом, я ее совершенно в этом поддерживаю. То есть надо поменьше волтать и побольше делать. Ну, это я тоже с этим согласен, посмотрим, что у нас произойдет все-таки в стране, потому что те процессы, которые происходят, они мне на самом деле нравятся. Я имею в виду процессы некой ломки, что ли. Знаешь, ломки, да, пока что ломки непонятны, пока что ломки, казалось бы, такой бутафорской, но все-таки, если уж процесс пошел, пошел. Я очень надеюсь, что власти все-таки осознали, что патриотизм это не только пение гимна под флагом, а это в первую очередь создание для людей, которые живут в твоей стране, нормальных условий для жизни. — Нормальные условия — это когда есть нормальное, безопасное место, где можно стоять под флагом и петь свой гимн, и при этом чувствовать себя безопасно и гордо. Горигин Мартиросян пишет нам, и на этом завершаем сегодняшнюю программу. Хеменгуэй, к сожалению, уже не сможем взять. Хеменгуэй как-то сказал, настоящий мужчина — тот, кто сидит в четырех стенах и чувствует себя мужчиной. Для того, чтобы быть настоящим мужчиной, не обязательно там. Нужно внутренне ощущать себя таким же. И Горигин пишет, что патриотизм — это практически то же самое. Так что живите в гармонии со своим внутренним патриотизмом, со своим внутренним чувством вашего правильного понимания этого слова, и больше делайте, и поменьше говорите. — Любите Родину, ребята, любите Родину работой, любите Родину действиями. Не знаю, посадите дерево, почините скамейку, заступитесь за девушку, в конце концов, да, хотя у нас в городе, слава богу, девушек вроде бы и не обижают. То есть определенными действиями, согласен с Гором, не нужно говорить. Нужно все-таки делать. Ну, а почему мы говорим? Ну, у нас работа такая. — Да, ну что. — Спасибо огромное. — Спасибо, до свидания, удачи, успехов. И, наверное, любить Родину — это такое же чувство или умение, как... Вот вы задумываете над тем, что вы умеете дышать или не умеете дышать? — Я? Я не задумываюсь. — Ну, вот видишь, вот это должно быть вот там так же. Вот любовь к Родине должна быть вот там. — На какой-то мажорной ноте надо закончить, понимаешь? — Вот это мажорная нота. — Вот дышите, ребята, улыбайтесь, все будет хорошо. И озера на огнем, и турка, господи, все будет нормально. — Да, даже так. — Ну что ж. — На огнем. — С мыслями о нагибаниях мы с вами прощаемся на сегодня. До свидания. — До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok